Добрый день, я Георгиевская Татьяна, рада приветствовать вас на канале Тати Гео. На нашем канале вы можете увидеть полезные и интересные видео о растениях, о ландшафтном дизайне и растения в основном средиземноморские. Но, что интересно, эти растения также можно использовать и как комнатные растения. Сегодня мы подстригаем живую изгородь. Эта живая изгородь формировалась несколько лет. По весне требуют корректирующую стрижку, так как она находится вдоль дороги и очень сильно выходит на дорогу, так что мешает проезду машин. Будем ее обрезать, чтобы она была ровная и красивая. Эта живая изгородь у нас из плюща. Это вьющееся растение, дает очень хороший быстрый прирост. Сделано очень просто. Внутри сетка рабица и на сетку рабицу выращивали плющ. Он прекрасно вьется, прекрасно растет. Ему только нужна вода в достаточном количестве. Его хорошо поливали и он разросся. Какой плюс у такой живой изгороди? То, что она не съедает пространство. Если у вас маленькая территория, то это можно применить на своем участке. То есть не ставить глухие стены, допустим, между соседями темише, если они у вас хорошие, а применить сетку рабицу и зарастить ее плющом либо каким-то другим вьющимся растением. Вот внутри сетка рабица. Видите? Вот она. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Из оборудования используются бордюрные ножницы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После подстрижки, как правило, живую изгородь нужно немножко так потрясти. И вдруг, если что-то какие-то листочки, еще росточки выходят из общей структуры, то их можно достричь обычными садовыми ножницами. Ну, либо еще раз пройтись бордюрными ножницами. Обычно при подстрижке живых изгородей остаются такие свежие срезы, которые торчат наружу, и пока не зарастут новыми листьями, они не очень эстетично смотрятся. Ну, вот здесь, смотрите, мы срезали, какой объем зелени убрали, и срезов самих не видно. То есть сразу же эстетика и красота. Да, это большой плюс приятный. Воздушные корни выпускает плюс, потому что он очень жизнестойкий, жизнелюбивый. Размножается плющ достаточно легко. Взять воздушный корень, несколько листочков и укоренить. Причем укореняется хорошо именно молодая часть растения. Вот здесь вот хорошо видно. И, кстати, поделитесь в комментариях, используете ли вы на участке у себя живую изгородь, и из каких растений она у вас состоит. Живая изгородь, как правило, выполняет несколько функций. Первая, это, конечно же, красота на участке. А вторая функция, это защита от пыли, допустим, с дороги, чтобы пыль не попадала на ваш участок, и у вас всегда был свежий, чистый воздух. Плющ у нас, это вечно зеленое вьющееся растение. В районе Средиземноморья его используют для живых изгородей. Также он может обвивать любые малые архитектурные формы на вашем участке. И здесь он цветет и дает плоды. Еще такая особенность. У плюща два вида листьев. Один в виде ромба, там, где созревают плоды, и второй в виде сердечка. Это там, где плодов нет и не цветет. Конечно, используется как комнатное растение. Посмотрите, своими корнями воздушными растение цепляется прямо за стену. И тем самым ползет вверх. Никакой другой опоры у него нет. Еще посадим цветы, чтобы они отгоняли змеи и мышей с участка. Субтитры создавал DimaTorzok Чем хороша герань, что у нее очень много различных цветов. Розовый, красный, бордовый, белый. Всякие разные оттенки. Очень красиво, пышно цветет. И, конечно же, после посадки хорошо нужно полить все растения. Надеюсь, что видео было вам интересным и полезным. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А с вами была Георгиевская Татьяна. До новых встреч. Пока-пока. Желаю вам красивых живых изгородей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok